В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Под главные темы выпуска. Поздравили лучших в своем деле и исполнили детские мечты. Яркие моменты оперативного совещания главы муниципалитета. Взять этот конверт и выполнить это иногда маленькое, большое, но тем не менее, я думаю, для ребенка очень важное пожелание. Продолжается благодарительная акция «Витамины для врачей». Полезные подарки получили уже сотни медиков. Огромное им спасибо. И я думаю, конечно, когда весь мир берется за какое-то дело все вместе, мы всегда справимся с любой задачей. До Нового года осталось 18 дней. Как наш город преображается к празднику? Установив ледовые композиции «Дед Мороз, Снегурочка и Трон», мы увидели такое количество детей. В районном центре культуры и досуга в рамках еженедельного оперативного совещания главы муниципалитета прошло два мероприятия. Чествование победительницы в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области» и благотворительная акция «Исполни детскую мечту». Подробности у Натальи Буслаевой. Еженедельное оперативное совещание началось с поздравления сотрудницы МФЦ Ленинского городского округа Юлии Стародворовой. Она одержала победу в номинации «Лучший универсальный специалист», которая присуждается в рамках конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области». Юлия работает в отделе приема заявителей три года. Чтобы завоевать первое место в номинации «Универсальный специалист», ей пришлось соревноваться с 60 конкурсантами. Это наша работа. Знаем свою работу, делаем все, что нужно. После оперативного совещания сотрудники администрации, представители службы, организации округа, депутаты Совета депутатов приняли участие в благотворительной акции «Исполни детскую мечту». В Ленинском округе существует замечательная традиция, когда пожелания детей, они на елочке с тем, чтобы люди взрослые, люди состоявшиеся могли взять этот конверт и, соответственно, выполнить. Это иногда маленькое, большое, но, тем не менее, я думаю, для ребенка очень важное пожелание. Я не буду говорить, что здесь, но Артем Герасим – это тот конверт, который мне достался, поэтому я ни капли не сомневаюсь, что Артем свой подарок в этом году получит. Среди тех, кто ждет новогоднего чуда, дети с ограниченными возможностями из многодетных и малобеспеченных семей. Письма мальчишек и девчонок были развешаны на новогодней елке в фойе Дома культуры. Все они верят в Деда Мороза и ждут желанный подарок. Каждый, кто обратился за подарком к Деду Морозу, получит персонально то, что он попросил, из наших рук. Это замечательно, и причем важно, что здесь охват идет в части многодетных семей, детей, инвалидов. И я думаю, что это очень важная история, им надо ее больше распространять и делать не такую достаточно маленькую, а делать ее объемной на всей территории нашего городского округа. Поэтому всех приглашаю принять участие. За несколько недель до Нового года каждый может стать зимним волшебником. Для этого вовсе не обязательно надевать костюм с бородой и красной шубой. Достаточно присоединиться к благотворительной акции «Исполни детскую мечту». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Пресс-служба Видновска районной клинической больницы информирует. За прошедшую неделю в муниципалитете зарегистрировано 403 новых случаев зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 14 декабря с начала пандемии общее количество заболевших – 7095 человек. Еще один уникальный случай спасения пациента с COVID-19 в РКБ, о котором хочется рассказать. У инженера-атомщика Сергея Зотова прошедшего испытания Чернобыля помимо коронавируса начала прогрессировать диабетическая стопа. Появились высокая температура и невыносимая боль в левой ноге. Походы в поликлинику и стационар в своем городе ничего, кроме страшного приговора врачей, не принесли. Ампутация ноги. Такое человеку с активной жизненной позицией услышать нелегко. Но Сергею Павловичу повезло. Он попал к видновским хирургам. И в вольный случай, благодарю Господа, что Марина Евгеньевна стала моим патронирующим врачом в части стопы. Ну, почитал я про нее по интернету, я понял, что я попал, извините, в десятку с точки зрения возможности сохранить ногу. Отек спал после промывания. Когда мы тогда пришли, промыли уже еще меньше. Команда высокопрофессиональных врачей сделала все, чтобы спасти не только самого пациента, но и его ногу от ампутации. В данный момент он выписывается на амбулаторное лечение. Окончательное выздоровление, конечно, это еще долгий путь. Но критическая точка, которая ему грозила, в случае чего ампутация нижней конечности, она миновала. Конечно, немалое время еще займет реабилитация. Но главная задача видновских медиков выполнена. Мужчина будет ходить. Но для самого Сергея Изотова выписка «Домой» стала отличным подарком к дню чествования тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ведь именно 14 декабря отмечается окончание работ в зоне аварии. 210 медиков удалось обеспечить сезонными фруктами в ходе акции «Витамины для врачей» на прошлой неделе. И вот новая партия собрана и готова отправиться в Видновскую районную клиническую больницу. На этот раз полезные подарки получат 240 медицинских работников. Подробности у Екатерины Борисовой. Больше тонны свежих сочных сезонных фруктов – мандаринов, яблок, груш, гранатов, хурмы – готовятся к отправке в Видновскую районную клиническую больницу. Это уже второй этап благотворительной акции «Витамины для врачей», которая стартовала в рамках «Недели доброты и щедрости». Собираемся подготовить 240 пакетиков. Это вторая смена нашей больницы. Так что мы охватили весь персонал нашего районной больницы. Ранее организаторы акции уже вручили врачам 210 фруктовых наборов. Подарки адресованы 457 медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией в Ленинском городском округе. Благотворительной акцией «Витамины для врачей» участвует Национальной культурной автономии муниципалитета. В этой акции участвовали две национально-культурные автономии – это азербайджанская и татарская. Также были привлечены пакистанцы. Огромное им спасибо. И я думаю, конечно, когда весь мир берется за какое-то дело все вместе, мы всегда справимся с любой задачей. Спасибо всем активным жителям, депутатам, общественникам. Огромное человеческое спасибо выражаю от всех граждан сопредельных государств, от всех национальных меньшинств, от всех национально-культурных автономий. Впрочем, добрые дела в Ленинском городском округе совершаются круглый год. Конкретно могу члены нашей татарской культурной автономии Зимферу Морозову, Рената Волкова отметить, которые 129 человек отметили тоже благотворительными подарками, вот этими его пакетами. И это 129 человек, работающих в системе ЖКХ. Перед Новым годом мы должны, вот такое же угощение будет детям-инвалидам. Вот мы у нас, как говорится, шерсть над ними. Мы близко сотрудничаем с многодетными семьями. Словом, в Ленинском городском округе живет множество отзывчивых и щедрых людей разных национальностей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Новый год все ближе. Город постепенно преображается. На улицах появляются праздничные украшения и малые архитектурные формы. Одна из зимних традиций – ледяные скульптуры в центре Видного. Секреты их создания узнаем у Дмитрия Книги. Чтобы добавить новогоднего настроения жителям города, в месте традиционных народных гуляний у кинотеатра «Искра» завершается процесс установки ледяных фигур. Возведением скульптур занимается специальная организация. Стоит отметить, что ледяные заготовки в Видное привозят с чистых уральских озер. Нету среди льда вот таких прослоек. А прослойки, они возникают, когда температура колеблется, и тогда вот такие прослойки видите в структуре льда. Если вот вы обратили внимание, то там таких прослойек нет. Создание фигур проходит в несколько этапов. Каждый член бригады занимается своим делом. Делают ребята эти стенки, припиливают, проливают, смораживают. А потом вот приезжают художники и делают фигуры, выпиливают всё. Чтобы выпилить объёмное изображение, сначала нужно нанести на заготовку рисунок. А дальше с помощью инструментов происходит сам процесс. По аналогии с резьбой по дереву. По льду полегче, материал помягче, по дереву посложнее. Если даже отколется, можно раз и прилепил, правильно? А дерево, если отколется, надо его клеить, прицеловать. К празднику для ведновчан приготовили сразу несколько ледовых скульптур. Для детей строят горки, а рядом расположится композиция, символизирующая приход нового 2021 года. Под ёлкой установлен трон и стоящий по бокам от него Дед Мороз со Снегурочкой. Каждый желающий сможет здесь сфотографироваться. Установив ледовые композиции Дед Мороз, Снегурочка и трон, мы увидели такое количество детей, хотя понимаем, что сегодня не совсем благоприятное условие для скопления жителей и детей, но жители ждут, наверное, праздника. Естественно, никуда от этого мы не денемся, особенно дети. И делается всё для них. Жители говорят, что для них ледяные скульптуры в центре города уже стали неотъемлемой частью уличного новогоднего украшения. Красиво, мило, ярко, создаёт новогоднее настроение, хорошее впечатление. Дети безумно рады. Дети. Для детей это бесподобно. Зима должна быть зимой. Как-то напоминает, что ёлка зима. Уже в ближайшие дни ледяная композиция будет завершена. Авторы объекта убедительно просят жителей следить за своими детьми и не позволять им лазить по ледяным конструкциям. Ведь пострадать могут как скульптуры, так и сами дети. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин